Мы мобилизованные военнослужащие Таманской дивизии, призванные 26 сентября 2022 года. Получая повестки в 11 часов вечера на утро завтрашнего дня, мы были лишены возможности нормально экипироваться, пуская за свой счет. Непосредственно в Таманской дивизии мы получили старое обмундирование вещмешки. 29 числа мы были погружены в эшелон, в который мы находимся до сих пор. После погрузки наш эшелон был направлен на юг России, где находился несколько дней без определенной цели. На данный момент мы движемся обратно на север. С первых дней в нашем эшелоне сложилась тяжелая обстановка с острыми респираторными заболеваниями. Так как в расположении Таманской дивизии мы были вынуждены сначала спать на полу, а затем больше 10 часов на плацу ждать отправки. На данный момент в эшелоне больных значительно больше, чем здоровых. Я бы сказал, что больны абсолютно все. Лично я потерял вкус и запах. Такие же симптомы можно обнаружить у других, что позволяет предположить нам коронавирусную инфекцию. В эшелоне нет никакого медицинского обеспечения. Нас никто не собирается лечить. А ведь среди нас есть люди с хроническими заболеваниями, которых военкоматы призывают без всякого разбора. В части мы были свидетелями случаев эпилепсии и сердечных приступов. Из собственных источников мне известно, что наш эшелон решено закрыть на двухнедельный карантин. Карантин в этом же эшелоне, где температура воздуха в вагоне на стоянках так высока, что с нас льется пот. А хоть какая-то вентиляция есть только на перегонах. Сегодня неделя пребывания в поезде. Мы ни разу не видели ни начальства, ни врачей. Командирами маршевых рот у нас являются такие же мобилизованные солдаты. Мы не собираемся терпеть откровенное вредительство, не собираемся сидеть в этом насквозь инфицированном вагоне. Если наши командиры решили забить на нас, мы придаем нашей проблеме публичной огласке без разглашения любых секретных сведений. Свердый уверой в то, что наше общество способно сделать больше, чем способна наша армия. Слава России! День добрый, зовут меня Коврижник Артем Алексеевич. И хотел бы сказать, был мобилизован, призван от военкомата. Пришел, получил повестку, отправили меня в 1-ю таманскую дивизию, 1-й танковый батальон, 3-я рота. Мото-стрелковая. Не подписав документы, выдали автоматы. Автоматы не пробиты в военном билете. В военном билете нет никаких печатей. Никак официально не оформлены. Заработная плата банковских карт, счетов не открыты, не активированы. Раскидывают, блядь, по лесам. Мы жили 6 дней в окопах, которые сами вырыли. Палатки нам нихуя не дают. Жили в землянках. В данный момент нас 400 человек стоит. И, ну, как бы мы никуда не собираемся уезжать. Вот, пошли они как бы все нахуй. Мы ожидаем помощи от вас, государства. Ну, если на вас можно положиться. Вот. Информацию передал. Сюда сейчас подгоняют 3 танка уже. Мы протестуем, мы забастуем, мы никуда ехать не собираемся. Тут уже стоит 3 бронетранспортера, блядь, с пулеметами и с, блядь, пушками. Итак, мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек с оружием. Но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях. Абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего. Подойди к этому. Сейчас так же. Неизвестно. Кто, куда, куда едет. В какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. Статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. И один автомат вы не прописаны в нашем военнике. Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отношения скотские от офицеров. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок. Чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот. Нам выдали боевой комплект. То есть боевые патроны. Были найдены в части. Они были найдены на улице в части. Лично мною. Физически неуравновешенные. Никакой медкомиссии не было нигде, блядь. Здесь психически неуравновешенные люди. Больные. По очереди. Первый день, как только мы приехали сюда, мы жили на улице. Подождем. 90% людей, которые находятся здесь, больные. Все, выкладываю. Наш.